Депутаты окружного собрания провели заседание предсессионного комитета. В частности, депутаты заслушают доклады уполномоченных по правам человека и ребенка в Ненецком округе, а также председателя общественной палаты. В соответствии с окружным законодательством депутаты окружного собрания ежегодно заслушивают доклады омбудсменов о своей деятельности по итогам предыдущего года на сессии. За прошедший год к уполномоченному по правам человека в Ненецком округе поступило 228 обращений. 155 из них поступило в устном порядке. В основном проблемы жителей касаются права на жилье и социальной защиты. Мы всегда подчеркиваем, что люди в ежедневной жизни всегда сталкиваются с тем, чтобы реализовать свои конституционные права, которые связаны с ежедневным улучшением быта, с поддержкой комфортной жизни. И, как правило, из этого возникает обращение в государственные органы. Там, где государственные органы помогают или отказывают в неустановленном порядке, граждане обращаются к нам, соответственно, мы оказываем им помощь. Также с докладом о своей деятельности выступит уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе Галина Гуляева. Депутаты поинтересовались у детского омбудсмена, с чем связано увеличение количества детей, оставшихся без попечения родителей. По словам детского омбудсмена, основная причина – это алкоголизация населения, и оставлять детей в таких семьях нельзя. Органы системы профилактики все больше с каждым годом выявляют вот таких детей. Чтобы сразу не лишать их родительских прав, должны проработать с этой семьей, чтобы извлечь из нее тот потенциал, который у нее еще есть. И часть детей действительно возвращается в эти семьи, но часть детей, к сожалению, все-таки навсегда остается в детском доме, либо передается в замещающей семье, потому что уже с этой семьей ничего сделать нельзя. Поэтому вот рост этих семей, да, он есть. А рост детей, которые остались без попечения родителей и имеют такой статус, он у нас с каждым годом, вот это количество детей, их уменьшает. Тема алкоголизации населения, а также подростковой преступности станет одной из тем в докладе председателя общественной палаты Ниньского округа. Мария Крупенькина расскажет о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 2018 году. Одной из моих самых первых встреч в должности председателя общественной палаты Ниньского округа была встреча с начальником окружной полиции, где он как раз-таки обратил внимание и попросил привлечь общественность к решению данной проблемы. Это алкоголизация подростков от 14 до 18 лет, потому что среди именно этой данной категории высокий уровень преступности. В основном совершается преступность, преступление совершает подростки в состоянии алкогольного опьянения. И вот как одно из предложений было, оно конечно может быть и суровое, да, это ограничение работы увеселительных заведений до двух часов ночи. Кроме того, в региональном парламенте рассмотрят законодательные инициативы, с которыми выступили администрация округа, Наринмарский городской совет и прокуратура округа. А также депутаты рассмотрят ряд проектов федеральных законодательных инициатив. Очередная сессия собрания депутатов Ниньского округа состоится 7 марта в 10 часов. Прямую трансляцию сессии можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».